так ты где вообще я внизу одна мысль по поводу тебя нажми на tab и видишь у тебя над головой где-то зелененькая твоя хрень а потом кружочек мне кажется пустой кружочек а то куда ты должен был вставить свою белку чтобы по стеклу ходить без шумным ты ее не активировал поэтому она у тебя просто нервы не работал а думаешь о точно натуре завод теперь она у тебя работает потому что в тот раз ты на такие типы очистки клуха не ходишь а я все равно что за фигня на туре не работала блин так что начинаем тогда так у нас новые лога локация будет оправдать виновного мы не можем допустить чтобы наши неповинные структуры подвергли подвергались преследованием за их явную вину помешайте судебному процессу заставьте свидетелей замолчать и лишите полномочий и судью выбрать начать у этого радула необычный вкус кстати какой промах интересный причем я бы даже не сказал что он гребнет грейпфрут часу после вкусен чувствуется ты же говорил что там виноград обычный нет я говорил что это розовый грифрут а и и дописать тропический вкус розовый гриф сядь он не как обычный грейпфрут но такой сладенький грейпфрут такой лайтовенький и он определенно больше нравится чем монстр я надеюсь хотя бы в этой локации не будет не будет всех этих кукол потому что они меня бесит если честно какой-то новый чувак а вот этот мутата вот этого мы знаем ну я понял это непонятная тигня да я так понял это его зовут койл насколько я понимаю ну да я давно не менял проникните в суд где тут ближайшее стекло я хочу послушать как будет не слышно а мне говорят теперь что точнее не говорят я последний раз когда прокачал рентген у меня теперь он чуть какие-то вещи отмечают а у меня четыре слота теперь то что я прокачал инвентарь ты где на я использовал адреналин и ничего не ни разу не по русский да вот есть оказывал не адреналин рентген даже три ничего Я как раз смотрю и говорю, чувак, я отмечаю, и ты тут же попадаешься. Зачем? Не, мне главное... Ой, смотри. Иди сюда. Иди сюда. Беги тут. Я все равно слышу. Я тоже. И я слышу. Так. Но враги не слышат. Равно там. Чего, он уже? А почему он уже? Какой-то даже бесшумно. Без мудочки появился. Ё, ты чё тут делал? Я просто оглядываюсь, а сзади меня чувак стоит. Нам надо заходить в зал. Ой, я плакатик не нашел. Нам в здание надо заходить. Но я уже зашел, потому что мне надо было убежать. Она с тобой, да, теперь? Нет. Нет? Она где-то здесь рядом, я слышу её. Так, ну я внутри, тем не менее. Это ты тут? А нет, закокло опять что-то тут вытворяет. Ты как меня догнала? О, нет. Я в доме. Так, тут карта есть. Ну офигенно, блин, тут кислота ещё где-то. А что это за кнопка на полу? Ааа, понял. Это электрическое поле. Я не мог, я внешне не мог понять, что это не мог определить. Да, здесь оно ещё есть. А вот тут чувак сидит. Да, это я вижу. Тебе хилка нужна, да? У меня есть. Не-не. О, документы. Иди сюда. Вот поле, я вот такой же. Документ. Документ. Собиратель, получите значок собирателя. Вау, ты нашёл больше, чем я. Я постоянно что-нибудь подбираю. Не, мне тут документы. Мразь. Засёк тебе? Я не знаю. О, меня засёк. Ой, впереди закрылась решётка и тут этот... Койл. Кто? Койл? Он за решёткой. Он меня не видит. Точнее, он видит, но он не может пробраться. Короче. Вот за вот этой... Нам туда вот надо в зал. Да, но тут закрыта решётка. Поэтому путь, либо через дверь, которая с ловушкой, либо вот тут вот... Перебраться, да. Что-что ловушка? Ловушку никак отсюда не обезвредить. Да вот да, в том-то и дело. Давай. Я сейчас пробую... Ага, сейчас я ловушку обезврежу с этой стороны. Все, можешь заходить. Кто-то сидит где-то. Я слышу. Пареньку на пол. Неподалеку дать главу. Плакатик. А вот тут. Это скорее всего, к нему ты подходишь, у тебя начинает экран трястись. То есть он безопасный. Да, да, да. Я так и знал. Так, а тут-то кто? А тут чувак, которого выпустят. А нет, тут чувак еще, который псих. Так, где я? Что за говно? А вот, где. О, я добрался до места, до нужного. Я добрался, куда нам нужно. О, плакатик еще один. Так что, если сможешь вот это все обойти, я добрался до нужного места. Вижу. Ага. Он где-то сзади. Да пошла в жопу он. О, я проскользовать умею так вот сюда нам. А, уже? Да, ну это не конец уровня, естественно. Да, понятно. Это мы в зале Сода теперь находимся. Ты мог бы вначале вот сюда вот подойти, чтобы мы могли к катсцену запустить, а не начинать жрать прям вон там. Разблокируйте улики. Так, ну, путь один всего, я так понимаю. Так что это у нас активировать. Ящик с секретом. Осмотрите комнату, найдите коды и символы. Введите правильный код. 7, 2, 3, 2. То есть это получается в каком порядке-то? Ну, понятно. Ну, понятно. Сначала 7, 2, 3 или... Сначала 7, 2, 3, 6. И потом 3, да? А, подожди, откуда ты 6 взял? Вот здесь 6. А, а тут еще 2, видишь? Я говорю 7, 2, 3, 6. Или там всего несколько... А я... А, нет, 4, да. Все правильно. 7, 2, 3, 6. Отлично. Кайф. О, тут... Голова. Бросьте улики в фонтан. А, это надо на улицу вообще идти, да? Получается. Ну-ка. А, тут хотя бы открылось. Ага. Отлично. Соберите кислоту, чтобы налить фонтан. Ты что-нибудь вообще нашел интересного? Опа, аптечку. Отсюда вот назад идти. Только сюда, только сюда. Да. Это и нет, не путь. Интересно, что тут только 2 этих... 2 штучки, то есть только 2 игрока могут... вернуться. Так, а здесь что? А, вот смотри, acid on side. Вот здесь вот acid. Я вижу кислоту. Перемотанная. Да. Планы не продлить на себя. Да, теперь вот сюда вот. Если что, я у меня стан... Я пролил на себя. Как ты это сделал? Побежал. Нельзя бегать с ней. Сюда. Сюда. То есть у нас фонтан будет с кислотой, да? Да. Так, что теперь? Что тут открылось? Там теперь все открывается. Уничтожьте оставшиеся улики. Так. Вообще все открывается. Офигеть. 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 Здесь тоже еще вот. Урод. Я его за... 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 застанил? Так, а мы вот сюда снова... вернулись. О, я... я смог бутылкой деактивировать электрическую... хироту. Эверенс. Так, ты как раз в сторону доказательств, да? Пошел. А, нет. Ты жрешь там, да? Я сижу и жру, да. Так, вот сюда нам. Тут комната как... там, где с пленкой нельзя было... выходить. И тут чувака выпускают. Так, я еще одно... активировал... эту. Так, что тут у нас? Девять. Надо бы... закрыть вот это. Восемь есть. Так, восемь, ноль. Блин, где еще одна цифра-то? Ну, здесь же что-то. Не вижу. Снаряжение деактивировано. Я здесь не могу использовать снаряжение. Да. Угу. Через какие-то вороты зашел? А, это ты, блин. Я думал, это враг. А, этот код надо действовать. Да вот я пытаюсь... Ммм... Ммм... Блин. Ты что сделал? Я слу... Я случайно... Меня спасти надо. Меня спасти надо. Меня спасти надо. Как я сейчас спасусь на соборе, Сэн? Ну да, я имею в виду, ищи воскрешалку. Я просто в него бутылку кинул, он вообще не среагировал. Да. Угу. И что интересно происходит, когда таймер тут... Нашел. Вот-вот-вот-вот. А у меня лекарство главное в рожаке было. Угу. Оно и выпало. Почему его не использовали, не понимаю. Ну, пока... Блин я сейчас нифига не успею увидеть я две цифры всего вижу вот теперь надо уже использовать я не знаю где еще цифры а тут документ у меня тоже собиратель так за но он побежал но я если чё я там нашел место где документ есть о чувак прошел мимо похода нет он тут он здесь в начале документ есть вот вот здесь вот улета сзади да как выглядят цифры которые надо найти как выглядят цифры которые нужно найти ты же видел как они в том месте были да как их включить они так же выглядят но они они включаются только если ты активируешь так 0 вот 8 есть 0 из 0 8 0 я помню 1 1 0 8 где где где-то вот получается 8 8 0 9 1 8 0 9 1 отлично тут еще одна голова я попробую ее донести а здесь у нас 6 9 5 6 9 5 и еще 9 а еще 4 блин то есть я могу безопасно забрать голову он знает что я здесь ну вроде рядом со мной чисто все а не знаю как мне идет этот чувак который с газом так но я голову кену в фонтан так что надо вторую сейчас и потому что искать еще кислоту кто на меня кто меня увидел кто меня увидел с какой страны она тебя-то пофиг у меня есть антиптихоз не наверно вылечит айфер он меня бьет еще я не знал что он 9 5 6 4 9 5 6 4 9 5 6 4 9 5 6 4 я сделал а вот тут тоже голову он где-то здесь двое можно выломить давай 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 а тут нужно открыть а тут нужно открыть а кстати очень хорошо потому что нам вот прям сюда надо принести надо еще да ну а да пусть я в туалете смотрел там нет да так я взял голову да да что-то приближается так все голова в фонтане да да либо там к это еще мессия которому пока еще но хотя нет да кислота на тронтаже вижу даже и отметку ой блин зря на стекло встал кто-то ходит если чувака да вот тут вот кислота если бутылка есть можно электричество деактивировать меня тут меха но все используйте снаряжение сто раз сидеть так я сделал длин алина сейчас вы за быстро на теди до без бега но быстро и благодаря адреналину конечно неплохо чтобы ты бы мне помогал ну ладно а я смогу перепрыгнуть через препятствие с кислотой а я просто тайминг сделал и прошел по электричеству пока она не активно было хи да я видел они писают и возвращайтесь в зал зал для презентации доказательств да вижу убейте свидетели вон там вот у или не вам пульт микроволновки используйте чтобы поджать и взорвать цели в поле действий вот его что ли надо требуется шлем микроволновка надо пульт найти нет шлем-то на нем пульт на ноте но где-то шлем на шел керах шлем на нем надет нет когда папа подходишь написано а смотри-ка нет ничего уже уже не написано написано вот сюда его надо не просто когда я подошел с этой штукой мне было написано типа что необходим шлем шлем микроволновка вау офигеть как он ходит все еще это коран как корица что ли убить оставшихся свидетелей вот еще один пульт есть что подтормаживает зачем еще один пульт а это датчик найдите цель с помощью датчика вау интересно так надо искать чувака нет это не сюда это фотошечка сюда что ли да 4 стала а мы тут будем оу в общем только непонятно в какую сторону вот 5 он где-то прямо здесь очень близко а вот он а он еще и атакуют и убегает а куда он в лифт забежал и как мне надо было его успеть убить плакатик у тебя лагать то перестала нет нет все еще лагает ну вот сейчас прямо сейчас нет но переноски снова начинают аааа я не знаю у меня ноут убирает потому что у меня на варанде тоже было периодически он начинает тормозить жестко а потом вообще пару раз вылетало и написано что не хватает на ее памяти офигеть я не знаю из-за чего я полюбилку полетаю какую сторону то блин ааа 4 нет снова 3 походу вот сюда да явно вот сюда чё чувак если он со шлемом с таким то да да он убежал блин я тоже одного нашел походу ну-ка нет нет тут 3 он все таки наверху значит где-то он и это да да Найс Он меня бьет теперь Сейчас опять в лифт забежит, да? Да, естественно Но я его шмякнул еще раз Блин, жаль, конечно, что я тут, по сути, единственный, кто могу хоть что-то делать Да я не про то, а про то, что Тут предмет только один Ой, блин, ну зачем ты здесь? В шкафчике сидела, мразота Предмет такой один квестовый, которым я могу Проходить Почему он не работает? Ай, он меня бьет Опять убежал в лифт А мне нужна тем временем хилочка Желательно большая Так, ну это пока что пойдет Че делать-то? В плане с лагами или с чем? С лагами, да А я не знаю Так, кажется, одного я убил Одного челика я убил Ты почему право пускаешь? Ага, ладно Надо теперь еще одного Искать За сверху кто-то ходит Лол Я вообще этого не замечал Заходит, просто наблюдает В смысле Просто меня подвисло, а потом отвисло О, а я убил второго Последнего Вернитесь в главный зал Ой, ты как лагаешь То есть ты вперед бежишь, потом телепортируешься назад Ну вот Уюта молока Больше гачек Вау Следующий за кабелем О, мимо меня этот койл прошел и не заметил Кайф Так, я починил одну из штук А теперь вторую Надо за проводом следовать А, ну да, я хотел пойти там правду Ай А стоп Да, я Надо с этой стороны теперь Не помню Ну я пытался пойти Тут кое Да, 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 да Блин Блин Я Круг нарезал Но он меня Обхитрил Ууу Он меня обхитрил Очень сильно Офигеть Как сильно Он меня Обхитрил Пока он пошел за тобой, я попробую починить О, починил Давай Вау Я его застанил А что делать-то? Я не могу делать А, блин, он на меня пошел, я думаю, он на тебя пойдет Пока он за мной идет, ты можешь на руках и дальше А, все, можно уходить Ой, кто это? Кто это? Кто это? Откуда ты? Ты кто такой? А это вообще, это огромный урод Просто появился из ниоткуда и чуть не убил меня с одного удара Офигеть Да Беги к шаттлу Беги к шаттлу быстро Беги к шаттлу быстро Беги к шаттлу Блин Как он сейчас себя казнит, да А я сейчас не могу ничего сделать, потому что у меня минимум хп Если меня один раз ударит, то я сдохну тоже О, отмычка Да, она внизу, вон на первом этаже, да? О Так, ну все, фулл хп На первом этаже Слушай На первом этаже Вот здесь, по-моему, лестница вниз Да Вот здесь, по-моему, вниз Вот, 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 вот Мне довольно много времени Хорошо, ну здесь много путь Да, я в курсе Кварс Ой Ой Беги, неркни Беги, неркни Беги Просто держать еще Я пока вот так сделаю Так, и че, и где он? Ой, ты сразу кровью стал такой весь покрытый Все, го, быстро За мной А, блин, я даже не нажал на кнопку еще Серьезно? Сейчас Сейчас тут еще чувак вылезет А, он пошел в другую сторону Он пошел вообще просто Стебил А, серьезно? Блин Блин Это, конечно, жестко У тебя все еще лагает тем временем? Да Да, подлагивает Так Опять у меня меньше оценка Я даже не понимаю Я даже не понимаю, почему За что мне-то Я ничего не делал вообще Я не знаю Да У меня значок Собиратель У тебя тоже Я так понимаю Да У меня 10 уровень Сейчас Смогу тоже купить Амф Две синих И три зеленых Амф Аналогично Ты только дал в игры Так, а мне инженер что-то еще Хочет порассказывать А я просто грыжусь Хм А психот нужно перетерпеть Я пойду схожу Ну, посмотрю, какие там Анфы еще мне предлагают Да Так Заначки у меня Собиратель Кайф Так Набор Инструмент Тапочки Я просто сейчас вот иду У меня подвисает жестко У тебя две настройки Что-то у тебя должно быть еще доступно новое Прячься и дыши Найдите укрытие Чтобы сразу же восстановить В настройстве Получить зарядную длинолину Породкое время Передарядка Перед использованием Оу Ог Что такое пелается? Пел Пел То есть я читаю пятое пиарное в начале. Проект неявного внушения. Часть первая. Протокол Мерков. 4 сентября 1958 год. Корпорация Мерков. Копия. Расшифровка записи разговора между Мозесом Скорфиотти и Хеджа Истерманом. Записан отправлен на объект Синьяла. Отредактирован для наклятности. Минут 27-29. Скорфиотти. Крыся в ящике скиннера. Не нужно знать, почему она нажимает на рычаг, кроме желания избегать боли. Истерман. Это человеческие существа, а не крысы. Такие предвзятые крысы. Мы не создаем поведение, мы создаем комплекс. Разницы нет. У психологического комплекса есть своя история. Это боль в сочетании с историей. Допустим, кто-то часто обжигается сигаретами. Он быстро усвоит реакцию страха на тлеющую сигарету. Его поведение изменится для избегания сигарет. Теперь давайте предположим, что кто... Что кого-то часто обжигает сигаретами его красивая и чувствительная... И чувственная мать, которая шепчет. Я люблю тебя, но от пончиков ты толстеешь. Этот человек не просто усвоил какое-то поведение. У него есть комплекс. Значит, они боятся не сигарет, а пончиков. Это ваше большое открытие? Ага, и потом во второе это перетекает, да. Так, ты третье давайте перечитай. Второе не надо читать, да? Второе читали же уже. Оно у меня тоже есть. У обоих оно у нас есть. Правда, не помню уже. Ну ладно, проект неявного внушения. Часть третья. Корпорационная копия. Расшифровка записи разговора между Музессом, Скофиоти и доктором Истерманом. Записано отправлено объект сигнала. Подредактировано для наглядности. Минуты 31.33. Скофиоти. Попробуй, я же читаю к микрофону. Скофиоти. Неразборчиво. Истерман. Существенные перестройки не потребуются. Зоны испытаний имеют одинаковую базовую форму и эстетику. Койл будет считать, что он закон в своем маленьком королевстве. Гуссбори поверит, что она находится в выдуманном мире. Дерских радостей. Их вера, их контроль над экс-попами создают печь высоких табул, в котором мы можем сжечь личность реагента. Скофиоти. Это слишком сложно. Истерман. Оно и должно быть сложно, иначе оно не получится. А, иначе они не научатся. Они должны быть активно вовлечены в рок. Скофиоти. Так, расскажите мне, чему они здесь научатся? Ворота и ключи. Вот это символы. Истерман. Все символы символизируют удачу. Масти, игральный карт, кролики, звезды. Удача, везение, желание. Закон субъективен. Убийцы наказываются гораздо сильнее, чем покушавшиеся на убийство. А их наказывают просто за то, что они компетентны. Или более вероятно за то, что им повезло. Они должны верить, что закон субъективен, но в то же время неоспорим. Скофиоти разговаривает с вами утомительно. Истерман. Они поверят, что пончик это не что иное, как пончик. И тогда мы сможем показать им, что такое пончик на самом деле. Скофиоти неразборчиво. Все. Это я там прочитал. Экспоп это экспериментальная популяция. Ну да, это мы. Так, дальше у тебя какой-то 20 какой-то, да? В 18-й. А, в 15-й в начале. Зайди в 15-й. 15-й. Классификация экспопов. У меня 2-й и 3-й есть. Ага, у меня 5-й. Крикуны. Да, крикуны. Психиатрические подразделения Мерков. Проект Нева 2. Руководитель проекта. Доктор Хендрик Джоли Эстерман. Пояснительная записка для сотрудников Синьяла. Рекомендации по классификации. Крикуны. Типаж. Крайняя депривация сна. Банши. Подарок от наших коллег из скрепки в Лос-Аламусе. Так называемые крикуны были созданы на основе случайных экспериментов в немецких лагерях во время Второй мировой войны. Улучшение. Эксперименты в концентрационном лагере. Показали, что направленное канцерогенное лечение может значительно изменять голосовые связки. Испытуемых подвергали так называемой терапии морфогенетического двигателя. И поощряли кричать до тех пор, пока не происходили физиологические изменения. Особенно в ложных голосовых складках и диафрагме. Пациенты могут достигать экстремальных значений высоты и громкости, достаточных для того, чтобы временно оглушить любого в пределах досягаемости. А, это вот мы таких встречали, когда экран раздваиваться начинает. Воссоздание этих результатов в Лос-Аламосе потребовало применение амфетаминов для стимулирования состояния кошмара наяву, которое вылилось в постоянное угасание медленной фазы сна. Крикуны всегда спят и никогда не засыпают. Они близки к кататонии, но чрезвычайно чувствительны к звукам и движению. При испуге издают прагнительный крик, который вызовет немедленный паралич и, вероятно, необратимую потерю слуха. Психология. Пациенты испытывают галлюцинации, тревогу и психоз, вызванные крайним недостатком сна. В состоянии кажущегося покоя крикуны страдают от постоянной декомпенсации. Пациенты испытывают крайний катарсис от крика и получают некоторое кратковременное облегчение от своей галлюцинации и паники страха. Примечание доктора. Защита ушей необходима всем сотрудникам сигнала, находящимся на расстоянии слышимости крика от испытуемых. Истреман ожидает, что крикуны окажут успокаивающее действие на реагентов, поскольку они способствуют более медленному и созерцательному подходу к терапии. Так, и восемнадцатое. Твоё. Корбем солис. Дневники Истремана. Препараты мерков наблюдения за персоналом. Копия. Запись в личном дневнике доктора Хендрика Джолиэта Истремана. 25 августа 1955 года. Я сам принял небольшую дозу лизергиновой кислоты. Харизма, вера, исследую основы. Я обгорел на солнце. Пустыня открывает мне какую-то новую истину, которую я еще не разгадал. Я позвонил Ирин и попросил ее найти книгу Юлия Фирмика Маттерна в шкафу, но она не смогла или не захотела. У Юнга было что-то такое. Фаус солнца. Анимо диссенсус пер обем солис трибуитур. Чуть на латыни. Солнце наш единственный разумный бог. Центр всей жизни. И все, что... А, и все же смотреть прямо на него означало бы ослепнуть. Чтобы человек был по-настоящему преобразующий харизматичен, он должен быть непознаваем и смертельно опасен. Если посмотреть на него прямо, вы ослепнете. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...